Будет ли он похож на того джуду, которым он был когда-то? Уверенный, свободный, расслабленный, острый и опасный джуд. Или опять что-нибудь с ним произойдет и он впадет, как это с ним бывало, в бою против Балдомира в транс. Будет пропускать удары, похоже, что нет. Сейчас он очень здорово настроен. Потом не надо забывать, Майаведов еще ни разу не встречался с боксером, который может вот так быстро и внезапно ударить. Слышите, публика скандирует джуду джуду. Да, прямо скажем, в смысле человеческих качеств, в смысле манеры поведения, оба они и Майаведов и джуда друг друга стоят. Есть определенная петушивная заносчивость, самоуверенность, явное самодовольствие стороны Майаведера. Все это так. И однако, при всем при том, это никак не умаляет достойность каждого из них, как боксера. Третий раунд. Знаете, здесь как в бою тяжеловесов. Первый же чистый удар поставит все на свои места. Да, пошел в атаку Майаведера. Послушал установку тренеров. Недостаток Заба джуды в том, что он очень долго разыгрывает вот эту свою партию. Это боец, который может долго и много финтить, пока решится на атаку. Разыгрывает все это доверно, что называется. Разыгрывает все это доверно. Все дифферамы, которые аналитики пели Майаведеру перед этим боем, в принципе, имеют свое подтверждение. Тут и статистика, и качество побед Майаведера. Все это говорит в его пользу. Но сколько раз мы убеждались, что все эти предсказатели ошибались иногда к расстройству, иногда к восторгу публики. Хорошо бы, конечно, если бы что-нибудь подобное произошло и сегодня. Разнообразно действует Майаведер. Вот джуду, несмотря на его скорость, его пластику, все-таки можно предсказать, Майаведера нет. Очень хорошо. Джуди, кажется, понял. Что стоять перед Майаведером никак нельзя, но и Майаведер понял, что нужно стеснить джуду, потому что слишком свободно гулять позволять ему никак нельзя. Он выбирает сам момент для атаки и контратаки. Я абсолютно убежден, что Майаведер сейчас начнет теснить противника. Потому что если не сковать джуду, если не лишить его пространства, лишить его свободы действий, конечно, к неприятности не оберешься. Прекрасная атака джуда. Расплох застал. В смысле добивания Майаведер, конечно, нагло лучше, чем за джуда. Он лучше умеет использовать ситуацию. Нужно внимательно следить за, особенно за левой рукой Майаведера, потому что он все время метит в печень слева снизу. И это, в общем, очень опасно. Четвертый раунд идет. Четвертый раунд, где пока что превосходство Майаведера, которое предрекали, пока нет. Многие думали о том, что поскольку Майаведер перешел из более легкой весовой категории, ему в физическом плане будет гораздо труднее действовать против джуды, который, в общем-то, давно, что называется, окопался в этом весе и чувствует себя там превосходно. Ничего подобного. Майаведер выглядит настоящим атлетом. Он даже весит побольше джуды. Не намного, но больше. Долго выжидает джуда. Долго, долго. Правда, может быть, рассчитывает он все-таки на то, что бой будет длинным. Мимиров. Абсолютный чемпион. Пятый раунд. Пятый раунд. Пятый раунд. Отход в одну и ту же сторону, чреват неприятностями для Джо. Да, Джуда избрал тактику выжидания, и это ни к чему хорошему его не приведет. Джо думал, что пользуясь своей скоростью, он сумеет опередить противника. В комбинациях и в ответ, и навстречу. А Мейвезер перекрывается, страхуется от встречных ударов и старается сократить дистанцию. Здесь, именно в средней дистанции, он будет иметь преимущество просто за счет того, что он больше ударов здесь наносит. Джуда рассчитывает на один четкий острый удар. Мейвезер сейчас попытается переиграть его за счет длинных комбинаций. И за счет более плотного, что называется, темпа. Да, что-то мы давно ничего подобного не видели. Джуда пытается заморочить голову противнику за счет вот этих финтов, ложных движений. Но ничего за этим не следует. Видите? Там, где нужно 3-4 удара, Джуда ограничивается одним. Ну, вы, наверное, по настроению в углу чувствуете у Мейвезера. Там недовольны. Ситуация складывается не очень здорово. Ведь Мейвезер за всю свою карьеру с первых секунд боя брал под контроль любого противника. Здесь это не удается. Шестой раунд. Мейвезер поджимает. Да, его знаменитая атака. Шаг вперед с быстрым таким кошачьим движением слева. Левой рукой, левый крюк в голову. Вот это вот умение зацепиться за противника. Сейчас вот проваливается раз за разом пока что. Давайте почище, ребята, говорит. Стил. Джуда так прихватил, в общем, немножко противника ударил. Для Джуды ясная установка. Здесь нужна более плотная работа. Чаще нужно действовать. Вот и все. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Субтитры подогнал «Симон»!